Одним из упражнений раздела «Ускоренное передвижение» и «Легкая атлетика» НФП-2009 является упражнение номер 42 «Челночный бег 10 по 10 метров». Оно выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта и поворота. Ширина линий старта и поворота входит в отрезок 10 метров. По команде «Марш» военнослужащий должен пробежать 10 метров, коснуться земли за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать таким образом еще 9 отрезков по 10 метров. Запрещается использовать в качестве опоры при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы, неровности, выступающие над поверхностью дорожки. Челночный бег 10 по 10 метров является упражнением для проверки физической подготовленности военнослужащих, когда выполнение бега на 100 метров по ряду причин невозможно. По своей направленности это упражнение специальной скоростно-силовой выносливости и поэтому может применяться в тренировочном процессе как средство развития и совершенствования скоростно-силовых качеств военнослужащих, развитие специальной скоростно-силовой выносливости для бега на 100 метров. Структурно упражнение состоит из старта, стартового разбега, бега по дистанции, разворотов, являющихся основным элементом в технике упражнения и финиширования. Старт в челночном беге производится аналогично старту в беге на 100 метров. Чем ближе во время разворота центр массы смещается от линии разворота к центру отрезка, тем меньшее расстояние преодолевает центр массы. При смещении таким образом центра массы тела на 15 сантиметров, фактически выигрыш в величине прохождения дистанции составит к финишу 135 сантиметров. При смещении на 50 сантиметров участник бега фактически будет преодолевать дистанцию на 4,5 метра короче. Однако, необходимо учитывать, что чем дальше вперед выставляется нога для касания земли за линией поворота, тем больше усилий необходимо прикладывать другой ногой для быстрого выполнения разгона. Для рационального распределения нагрузки на правую и левую ноги следует чередовать их для выполнения основного отталкивания в роли основной опоры. Во время разворота, когда вес тела сосредоточен на опорной, впереди стоящей ноге, допускается касание земли руками. С одной стороны, это позволяет более точно контролировать и поддерживать устойчивое положение в момент принятия положения для очередного разгона, а с другой, более эффективно выполнять согласованное движение руки-ног. Для предупреждения часто встречающейся ошибки, смещения центра массы за линию поворота, количество шагов, выполняемых бегущим на 10-метровых отрезках, должно быть одинаковым. В зависимости от роста и уровня подготовленности, это может быть 6 или 8 шагов. Александр Печо Зи Гринвилева